СМЫСЛ ЖИЗНИ Мы все понимаем, что такое физический аспект жизни. Он выражается в удовлетворении потребностей нашего тела и ума, чувств и желаний. В этом цель материальной энергии человека. В физическом аспекте жизни мы ничем не отличаемся от развитых представителей живой природы планеты. Какова же тогда духовная составляющая? Духовная часть жизни активируется при изменении главной ценности. Когда человек принимает истину, заменяет главную ценность жизни, любовь к себе, на любовь ко всем людям, он пробуждает разум, созидательную систему мышления. Разум позволяет осознать и принять высшие духовные ценности, понять себя и поставить перед собой цели. Христос говорит о сути жизни. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Войти тесными вратами значит понять, что у жизни есть смысл, что у вас есть цель на этой земле. Идти узким путем значит совершенствовать себя, не бояться делать выбор и действовать, падать, подниматься и снова идти вперед. Итак, жизнь – это разумное существование человека как личности, развитие и реализация себя на благо людей и мира. Что же такое смысл? Мы обнаруживаем смысл, направляя мышление на поиск логических связей, на осознание потребностей, ценностей и целей человека. Это внутреннее наполнение, содержание мыслей или действия, ведущих к цели. Смысл – это результат понимания внутреннего содержания, сути мыслей или поступка, связанного с целью. Если мы рассмотрим физический аспект жизни человека, то увидим, что его смысл в выживании, в удовлетворении потребностей и в получении удовольствия. Нас так и учат. Смысл жизни заключается в самой жизни. Просто живите, чувствуйте, переживайте. Просто проживайте вашу жизнь день за днем, не задумываясь, стремясь лишь к удовлетворению своих потребностей и желаний. Но никто не говорит нам о духовной составляющей жизни и о том, какой смысл в ней заключен. Первая духовная составляющая – это истина, главная ценность жизни, любовь ко всем людям и Богу. Ее смысл в том, чтобы открыть, соединить личность человека с энергией его души. Вторая составляющая – это разум, созидательная система мышления. Смысл разума в том, что он обеспечивает принятие и воплощение в жизнь правильных решений, позволяющих использовать духовную энергию, развиваться и менять себя. Благодаря истине и разуму человек обретает свою внутреннюю цельность, свою уникальную личность и, реализуя себя, обретает счастье. В этом цель духовной энергии человека. А смысл ее заключается в изменении, самосовершенствовании и реализации себя. Итак, рассмотрев понятия «жизнь», исходя из двух его составляющих – материальной и духовной – мы приходим к пониманию смысла жизни. Смысл жизни человека заключается в самосовершенствовании и реализации себя на благо всех людей и мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова